Почетный ветеран Республики Коми, почетный гражданин села Ижма Ижимского района и города Сыктывкар Никон Кондратьевич Хатанзейский родился 26 апреля 1926 года в селе Кипеево Ижимского района. На начало войны Никону Хатанзейскому было 15 лет. Конечно, на фронт тогда он не попал. После окончания школы фабрично-заводского обучения в конце 1941 года работал судоплотником на Нешабожской судоверфи. В начале 1943 года его призвали в Красную армию. Никон Хатанзейский принял участие в боевых действиях в составе 3-го белорусского, 1-го прибалтийского и 1-го дальневосточного фронтов, сначала рядовым, затем сержантом. Победу встретил в немецком Кёнигсберге. После войны он вернулся в Нешабож и продолжил работать на судоверфи и вскоре переехал в Усть-Усу. Устроился плановиком-экономистом райконторы связи в селе Усть-Уса. В июле 1952-го Никона Хатанзейского пригласили временно заменить ответственного секретаря Усть-Усинской районной газеты «Сталинской дуэт». Этот случай и привел его в журналистику и определил всю его дальнейшую жизнь. После окончания партийной школы в 1958 году по ноябрь 1964 года работал литературным сотрудником, а затем зав. отделом пропаганды в республиканской газете «Комик-колхозник». В 1964 году была создана Ижимская районная газета «Новый Север». Никону Хатанзейскому, как опытному журналисту, предложили возглавить ее редакцию. Приехав в Выжму на пару месяцев, он оставался на посту главного редактора 20 лет. После выхода на пенсию 15 лет работал в Ижимском краеведческом музее, из них более 10 лет возглавлял музей. Занял третье место в конкурсе Министерства культуры РСФСР за лучшую постановку по пропаганде истории своего края. Никон Хатанзейский – автор нескольких книг, посвященных истории и современности Ижимского края. Председатель общества краеведов Ижимского района, член Президиума общества изучения «Комик-Края», сейчас Никону Кондратьевичу 92 года. Он живет в городе Сыктывкар и продолжает активно работать над очерками об истории и людях Ижимского района.